Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Я в Ельце. Обычно всегда приезжаю походить по антикварным магазинам, посмотреть что-нибудь интересное. Сегодня буду смотреть квартиры. Потому что пришла мне в голову идеальная бизнес-идея купить квартиру ценой до миллиона здесь, в Ельце, где-нибудь в центре и сдавать ее для туристов. Собственно, сегодня буду смотреть две квартиры до миллиона. Ну и покажу вам. Погнали! Нахожусь я прямо в центре Ельца. Вот знаменитая башня с курантами, Ленин. Это улица Советская. И здесь мы три дня смотрели все объявления по Ельцу. Здесь есть две квартиры на этой улице. Ценой до миллиона рублей. Вот, естественно, очень маленькая площадь. Но зато в центре. Вот, пойдемте смотреть первую. Первая квартира, которую мы будем смотреть, вот в этом розовом доме. Находится он на улице Советской. Вот башня. Мы будем брать за ориентир вот эту вот башню в центре Ельца. На втором этаже квартира однокомнатная с площадью, сколько там, 20... 23 квадратных метра. Ну, то есть очень маленькая. Буквально вот квартирка в два окна. Вот. В чем интерес ее расположение? С этой стороны храм Заусайловых. Одна из главных достопримечательностей Ельца. Ну, вот так вот. Пойдемте посмотрим. А, и цена 800... 840 тысяч. Но там торг уместен, поэтому... Пойдемте смотреть. Получается, вот он дом. И через дорогу вот такая вот потрясающая церковь. То есть центральный уже не бывает. Единственный минус у этой квартиры это второй этаж. Вот. А опять же напомню, квартира под сдачу. И пойдемте смотреть. Такой вот двор. А, вот нас уже зовут. Так тут чистенько, надо сказать. Не знаю, как там сама квартира. Куда? Тут у вас прям опасно. Да нет, нормально. Дел привычки. Да, дело привычки. Сколько лет уже, 9 лет тут живу и ненормально. Одной жить уже нельзя. А дом старый вообще? Ну да. Ну видите, мы все, что могли, сделали. А сейчас... Ага. Уже просто не надо. А это вот типа кладовка, да? Это что такое? Кладовка, ну это под лестницей. А, ну то есть это можно тут сделать типа гардероб, да? Ну видите, входная дверь я открыла. А, это все ваша. Так, да, может сейчас прикруйте просто. Во дворе еще сарайчик есть, да? Во дворе есть кладовка, там еще вот это. Слушайте, ну прям здесь на самом деле крайне перспективно, мне кажется. Вот из этого можно сделать потрясающий гардероб. И даже кухня. Отопление у вас печка или... Да, ну потом, если вы хотите, сделайте... А тут есть газ? Вот же газовая печь эта. А, в смысле, а как она работает? Ну я потом, если что научу, горю. А, а, это в смысле, это газовая, да? Газ, вот видите, труба, все. А, понятно. Здесь можно поставить котел или АГВ. А получается, квартира, это вот комната, да, одна? Да, да. Столб такой. Ну, мы купили, тут была поделена комната, мы убрали просто. Ага. Ну, он, в принципе, не мешает никому. Вот этот столб. А, он, в смысле, разделил комнату, да? Ну, мы, когда купили, она была поделена, мы убрали. И кто нам натяжные потолки делал, он сказал, он не мешает, пускай где-то стоит. А, в принципе-то. Угу. Вот тут душ, туалет. А, тут душ и туалет есть, да? Да, заходите. Ага. Осторожно тут, просто не закрыты трубы, еще. А соседи, кто там у вас, получается? Тут подо мной соседи. А тут наверху есть соседи? Нет, я на втором этаже двухэтажный дом. А, эти под вами, да? Да, он. Как-то ты не понимаешь, с кем его размещения. Это какой-то старинный дом, да? Это 19 век. Ну, не знаю. Короче говоря, он построен до революции. Ага. Стены, может, широкие, все. Друзья, мне прям нравится вот это вот пространство, да? То есть, это лестница, получается, все, что под лестницей, тоже, как бы, можно использовать. Можно гардероб, кабинет. Гарри Поттер здесь может жить. 700 тысяч квартира, очень даже круто. Под сдачу, мне кажется, прям прикольно. Да, интересно заехать в Елец и пожить вот в квартире 19 века. Нормально, нормально. Вот такая вот квартира номер один, за 700 тысяч ее отдает хозяйка. Мне понравилось очень сильно, на самом деле. Мне понравилось, что это лестничное пространство, под ним, то есть, там вариантов можно. Но, опять же, смотрите, храм прямо на выходе. Во дворе беседочка есть. Там есть, кстати говоря, есть кладовка и трехметровый подвал. Где-то рядом, тоже в каком-то старинном здании. В общем, интересно. Так, идем смотреть, тут единственный недостаток, это соседи. Да, они есть, и там рядом входы, входы рядом. Идем смотреть еще одну, на этой же самой улице, чуть ближе к центру, на 200 метров. Но там отдельно стоящий дом, но со своим недостатком. Пойдемте посмотрим. Мы подошли ко второму дому. Опять же, башня вот она. И два дома от башни во дворе вот этого особнячка. Вон он, зелененький, видите, домик. Этот продает 100 за 700 тысяч, в конечном итоге дает. Этот за миллион пока, но там тоже написано, что торг. Здесь двор не такой уютный. Здесь прям развалены во дворе, на самом деле. Это, кстати, вот Елецкая табачная фабрика. И получается, вот к забору табачки пристроен этот дом. Дом тоже 19 века, покрыт сайдингом. А во дворе вот такая вот история. Тут тоже развалинки. Не знаю, тут, кажется, был поинтереснее. В другой стороны, здесь, видите, отдельный вход. И если под сдачу, мешать никому не будет, по идее. Но я подумал сразу, что, наверное, надо будет отдирать сайдинг, чтобы он был такой же красный, красивый. Такой прям Елецкий. Вот, забор менять. Тут надо сейчас выяснить, вот эта площадка их или нет. И можно ли здесь будет сделать, ну, что-то. Каком-нибудь типа кафе, летнюю веранду. Если здесь можно сделать летнюю веранду, это вообще восторг будет. Вот. И такой вот дом тоже, 22 метра, там две комнаты. Сейчас пойдем внутрь смотреть. Ну, так выглядит двор. И вот на центральной улице есть какие-то соседи. Соседи вот дровами обшили. Можно вот так дровами тоже зашить. И будет типа единым стиль. Тут же вот вообще жизнь. Она только одна хозяюшка. Она только неделю назад закончилась ремонтом. Чтобы продать, чтобы это было чистее. Да, и ремонт она сделала очень, ну, в смысле, не... Ну, по-человечески, я сразу говорю. Ну, да. Да, они там дом достраивают. И уже в одной половинке живут. Не хватает денег. Мы, значит, что они здесь делали? Они Новый год встречали. День рождения. Вот так вот. Ну, типа у них это был гостевой домик, да? Гостевой домик, точно. Да. Дочка у нее, сына. Они встречались с семейкой. Вот. А тут вот все, как бы он закончился. Да. Так, а я не понимаю, а как он отапливается? А это все централизовано получается газом. Кстати, смотрите, заказ в февраль месяц самый-самый такой 1200. Обычно 1000. А летом ничего. Летом ничего. А вот это что? Это, наверное, камин на нее. Ну, газовый. Это что-то газовое. Я же смогу это... Да вот этой штукой он топится. Да. Сейчас, если вопросы есть, я сейчас хозяйку сразу соединюю. А это газовая плита, да? Да. А то есть в комнате, в комнате типа батареи нету, да? Я так понимаю. Он здесь жара, если честно. Ну да, он маленький. Да, здесь жара. Она сразу сказала, она не обманывает. Это моя подруга, она сказала, жара в оконе. Ага. Так, есть. Мама тоже, как мальчишка, да? На туалет. На туалет. Я не давала. После нас пустим. Мы в доме. Тепло. Не-не-не, здесь тепло. Я обманывать не буду. Здесь очень типа маленькая комната, потапливаем. А это 19-й лет, да? Это вообще что было? 19-й. Это так квартира. 79-го дома. Квартира. Раз, два, три. Видите? Ага. Это тоже 79-е, два дома. Да, он кирпичный. Ну то есть, если ободрать сайдинг, он будет такой красивый? Кирпич, кирпич 19-го. Ага. Смотрите. Не надо ободрать вообще. Да некрасиво. У нас что, прям красиво было? Нет, вы что, наоборот, она сайдингом закрыла. Сайдинг некрасиво. Смотрите, деревом сделали, видите? Вот деревом лучше, чем сайдингом. Да, все-таки это маленькая квартирочка, но они здесь вот и на Жене отметят, и на Новый год отметят. Но она покупала его. Она говорит, я когда купила, здесь была жесть. Ну то есть, ну, пришлось делать все, делать. Вот такой вот домик, друзья. Тут вот эта территория типа их тоже. Здесь можно поставить финский домик и будет второй дом. Вот. Но двор тут, конечно, поубитии немножко. Зато отдельный вход. В общем, не знаю, не знаю. А тут, кстати, вот этот окончательно отдают за 850. Друзья, вот такие вот варианты. Получается, одна квартира 700 тысяч, это квартира 850-150 тысяч. Разница. Ох, не знаю. В общем, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Прямо сейчас реально нужен ваш совет. Приехали, например, ко мне в гости в Елец. Вот пожить в такой квартире. Не знаю. Ну, такой бизнес-план. Миклух Макфлай, друзья. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.